Так вот, тогда G единственным образом представляется в виде суммы. Единственным это с точностью до добавления константы. С точностью до добавления константы к одному или другому слагаю. В этом случае все единственное. G единственным способом представляется в виде вот таком вот. Значит, с одной стороны. G дискретное плюс G непрерывное. G дискретное это функция скачков, а G, C это непрерывная функция. А непрерывная компонента в свою очередь представляется в виде абсолютно непрерывной компоненты и сингулярной компоненты. G, A, C абсолютно непрерывная, а G сингулярная. Это сингулярная функция или тождественная компонента. Компоненты также возрастают и непрерывно слева, кроме можно справа. Вот доказывается такая теорема о разложении, о разложении всякой функции, но на самом деле тут возрастание непрежимы слева можно не требовать в условиях, тогда его не требовать в заключении, но я рассматриваю такие функции для построения неолегионистов. Значит вот по этой компоненте мы знаем, как интеграл устроен и по абсолютно не прежней компоненте знаем, как интеграл устроено, а по третьей компоненте. Значит мера Лебега-Силфьеза тоже представляется в виде суммы трех мер. По крайней мере на Борелевских множествах, где все эти тренеры определены. Эти тренеры могут быть определены на разных седьмалгах. Ну, по крайней мере на Борелевских седьмалгах. Вот так вот с мерами Лебега-Силфьеза представляется. Ну и если третий компонент равна нулю, то мы знаем, как вычислять. А вот по сингулярной функции у нас общая децепция нет и нет. Есть формула интегрирования по частям, которую я вам докажу. Сейчас чуть-чуть попозже докажу. Которая помогает в этом вопросе. Не все объедущие помогают, но очень сильно помогают. Что можно делать дальше с мерами интеграла? А дальше можно отказываться от свойства неотрицательности. От него немножко страшно отказываться, потому что оно как-то в базовом определении меры зарыто. Ну вот рассмотреть. В такой-то формуле мы уж не обязаны считать, что G-штрих сохраняет знак. Почему бы нам знак переменную не написать в производстве не получать и соответственно не монотонную культуре. Ничего, что мы в этом месте плохого не предоставим. Так вот, дальнейшее обобщение получается, если рассматривать в качестве функции G функции ограниченной вариации. Функции ограниченной вариации. А у нас была во втором семестре такая теорема, что функции ограниченной вариации на отрезке – это в точности функции, которые представимы в виде разности двух возрастающих функций. Ну, если я уберу слово «отрезок» и замениваю его на слово «промежуток» произвольного типа, тогда нужно будет добавить слово «ограниченность» разности двух возрастающих ограниченных функций – G1 и G2. И тогда мы можем положить интеграл по функции G равным разности интегралов по G1 и G2. Для каких функций F это заведомо имеет смысл? Это заведомо имеет смысл для баррелевской ограниченной функции F. Измерено по баррелю, поскольку все эти самые меры заданы на баррелевской седьмой году. Значит, я достаточно поднял, чтобы была измерена по баррелю и ограничена, поскольку меры я их дембирую по множеству конечной меры. По множеству конечной меры, соответственно, не уже один, не уже. Тут нужно чуть-чуть, конечно бы, еще для честности доказать, что правая часть не зависит от представления G в виде разности G1 и G2. Такое представление не единственное. Но это делается просто. Если G это G1 минус G2 и оно же H1 минус H2, то мы все избавимся от минусов. Напишем, что G1 плюс H2 равно G2 плюс H1. Дальше проинтегрируем интеграл по сумме функций. Это сумма интеграла. Мера, порожденная суммой двух возрастающих функций – это сумма мер, поскольку мы ячейках верны, то и дождественно верны. Ну, а после этого обратно раскидать в левую и правую часть интегралы. Получить, что такая разница у нас для другого. Вот. Так что интеграл по функции ограниченной вариации, и он тоже называется интегралом любезности G1. Исходно был интеграл Риммана Стелкеса, который примерно в том же взаимоотношении с интегралом. Ну, и вот тут иллюстрирующий пример. Вот проинтегрирован функцию косинус по вот такой вот функции G. Это арк-катангенс 1x в 8x не равно 0, и π в 8x равно 0. Это функция, как вы видите, имеет разрыв в нуле. Имеет разрыв в нуле. То есть арк-катангенс выражен через арк-катангенс x непрерывную функцию. А в нуле у нее разрыв в правильный пирс. Ну и тогда представили вертикал в другом время. Абсолютно непрерывная компонентка, а вот дискретная компонентка. Сингулярных компонентов здесь нет. И поэтому интеграл такой мы считаем умным. Интеграл косинус для арк-катангенс x. Здесь с этим дифференциалом можно обращаться как с обычным дифференциалом. И здесь получается π умножить на δ. А вот тут я интеграл записал. И только сейчас сообразил, что мы его с вами не считали. Вот это я нехорошо делал. Вы же умеете этот интеграл считать или нет? Хочешь, ну, сыз, дели на один плюс x квадрат. Он хитрый. Видимо, нет. Видимо, нет. Он хитрый. Значит, он так вот методами, связанными с решением первообразного, не считается. Понятно, что вы не берёшься. Он считается либо с помощью вычета в комплексной переменной, либо с помощью анализа Фурье, либо с помощью каких-то манипуляций с параметрами. В общем, интеграл с параметрами и формулой Фурье у нас будет в следующем семестре. Тогда и ясно будет, как этот интеграл считается. Ну, пока что, значит, вот, к сожалению, мы нашли только досюда в свере делок обычного интеграл-ребега, а сочетатель интеграл. Ну, новые знания нужны, чтобы его сосчитать. Новые знания нужны. Вот. Ну, и теперь обещанная формула интегрирования по частям, которая помогает, в том числе и в сингулярной ситуации. Сингулярной ситуации я вас не запугал, но на самом деле, вот так же, как я вам поизмерим, при неизмеримое множество вас пугал, что если вы специально не будете искать неприятности, то вы на них не нарваетесь. Если вы специально не будете заниматься этой темой, то вы с такими функциями не встретитесь. Хотя кто вы специально видите? Если вы с какими-нибудь фракталами встретитесь, то там вполне возможности. Сингулярной функцией. Кто знает. Значит, эта теорема, в моей книжке ее нет, в книжке лекции повещественного анализа она есть, но мне проще показать свою запись. Итак, теорема такая. Интегрирование по частям в интеграле Лебега-Стилтьеса. Имеются две функции. Функция F ограниченной вариации на отрезке АВ. Итак, что я произнес? Я произнес наоборот. Функция G ограниченной вариации на отрезке АВ. А функция F абсолютно непрерывно на отрезке АВ. Тогда интеграл по отрезку АВ FDG. Ну вот, собственно, допускает интегрирование по частям. Равняется FG двойная обстановка от А до Б. Минус интеграл от А до Б в штрих на G. Вот обратите внимание, здесь в левой части я пишу отрезок под значком интеграла, потому что я здесь интегрирую по функции G, про которую потребовал, чтобы она была функцией ограниченной вариации. Там все три компоненты могут быть ненулевые. И дискретная, и сингулярная, и абсолютно непрерывная. Дискретная компонент может быть ненулевая, поэтому мера точки может быть ограниченной от нуля. Здесь важно промежуток какого-то инфекса. А вот здесь неважно. Здесь обычный интеграл или бег, у нас F абсолютно непрерывно. то есть у нее есть производная суммированная полиги. Почти всю. Прием, почти всюду. Которая суммированная полиги. Ну а функция G функция граничной варианты тем самым ограничена. Подинтегральная функция суммированная. Суммированная производная, а G ограничивается. Это обычная интеграл или бег а. Здесь можно писать отрезок вот так, а можно вот так. Ну а здесь самая обычная двойная обстановка. тем самым интеграл Лебеда мы свели к интегралу Лебеда когда у нас интегрируемая функция мы могли это делать когда интегрирующая функция а можем делать когда интегрированная функция во-первых мы можем считать что функция G возрастает иначе мы ее представили в виде разных двух возрастающих функций во-вторых мы будем считать что G непрерывно слева кроме может быть точки B иначе мы ее исправим докажем сначала нашу формулу в частном случае весьма-весьма частном когда F от A равно G от B равно 0 и что мы сделаем мы функцию F представим в виде интеграла с переменным верхним пределом от ее производки значит кто не хочет верить в теорему о том что под интегральную функцию что абсолютно непрерывная функция почти все додифференцируема может здесь писать вместо символа F' какую-нибудь букву H и при этом все тоже пройдет то что H равно F' но это факт такой есть но к ним мы не будем пользоваться в этой теории кто-то в принципе не хочет в это верить вы можете здесь писать букву H и так представить абсолютно непрерывную функцию мы представили как интеграла а константа равна нулю потому что мы предположили что я фото равна нулю а дальше как видите тут образовался повторный интеграл и мы хотим поменять порядок интегрирования по теореме фубии я должен объяснить почему под интегральная функция здесь суммируема как функция двух переменных вот проверку я это немножко отложу а пока что представим себе что интеграла что порядок интегрирования можно ну и почему мы это делаем по треугольнику да X меняется на отрезке от A до B а U меняется на отрезке от A до X а не больше U, U не больше X, X не больше B значит по если мы внешне интеграл будем писать по U то по U мы должны писать интеграл по отрезку A, B а по X должны писать по отрезку от U до B что мы и сделаем так ну теперь внутренний интеграл мы вычислили это G от B минус G от U меры промежутка я вам считал это мерами уже от отрезка от A до B и это равно G от B минус G от U просто по определению мер или бедность ЛТС с правым концом все в порядке с правым концом все в порядке я именно так определял я продолжал функцию G направо от точки B значением G от B и тем самым у меня была эта форма давайте я ее еще раз покажу я вычислил меру промежутка тут я вас не обманываю вот вот она формула минус G от отрезка это же G от B минус G от B в данном случае в нашем равно 2 значит меру эту мы написали и G от A у нас предположение равно 0 сейчас мы работаем вот в этом вот чатном случае значит остается минус G от U ну и остается минус интеграл от A до B F штрих на G здесь уже как я объясню можно писать в таком виде так ну а двойная постановка значит у нас при этом условия так что в этом частном случае формула верна если мы правда докажем докажем законность перемены порядка интегрирования но как мы обычно делаем мы значит ставим проверяем что под интегральная функция суммируем мы ставим модуль для этого и проверяем что интеграл конечен когда мы поставили модуль под интегральной функции то менять порядок интегрирования можно по теореме тоннеля мы его поменяли значит здесь отличает тем что их берется по модулю но здесь все то же самое на модуль здесь то же самое минус же тут получается вот здесь модуль который тоже конечен тоже конечен значит здесь не никакого противоречия нет что я поставил модуль у нас же это право конца равно а же возрастающая функция значит то есть жертву не положить минус минус жертву не откликать здесь никакого противоречия нет стоит здесь модуль и значит этот интеграл получился конечен значит проверили что под интегральную функцию финируем и перемена порядка интегрирования теперь надо свести общий случай к частному чтобы свести общий случай к частному мы применим доказанный частный случай к функциям f минус f от а и g минус жертву отнимем константу от этого отжимать ну тогда вот у нас что в левой части здесь добавление g от b вообще не повлияло на интеграл до ее съела если мы к функции g добавим константу то мера любви синтеза останется той же самой просто по определению этой меры меры ячейки остались той же самой константа уничтож так значит по доказанному что же такое получается вот что такое получается это мы доказали и теперь надо расписать это уничтожить все что надо и приведя подобные члены ну давайте ну давайте на интеграл по отрезку а бдж так то есть фото на же на же от б минус же это и вот это вот интеграл здесь производная съезда здесь константа производного съезда значит будет интеграл ф штрих на же с минусом это вот он и плюс же от б на интеграл от ф штрих то есть на постановку ф от б минус ф от а вот на следующей странице я записал ф от а в левой части на же до минус доход и значит тут вот это уничтожилось но после переноса минусом осталась двойная постановка ф умножить на же точки б с плюсом и в точке а с минус так что общий случай свелся частному добавлением константа средствия интегрирования почтям в интеграле либега для интеграла римана вы узнали вот ее вообще не интеграла либега если ф уже абсолютно непрерывной функции совсем преимуще вам форму интеграла только беда доказательства ее если бы оно было независимо было шло бы точно так ну вот на этом я хочу в этом семестре курс закончить все что я планировал я вам рассказал и даже немножко больше рассказал дальше уже в экзамен столько не влезет если бы я дальше расскажу следующий семестр мы начнем интеграла завися параметра на практике тем более они следующие семестры как нужно его рассказал крайне интегралы многократные интегралы тоже будут на тактике следующий семестр немножко опережаю как оно и положено теперь что касается наших предстоящих планов значит я ну если не сегодня то совсем скоро пришли вам вопросы пришли вам вопросы то есть вот последний вопрос будет частям в экзаменах и бега или бега струкс а первый вопрос будет применение равномерной сходимости очень большой по объему курс экзамен как я понимаю у нас уже поставлен на 29 и на 30 января 28 будет консультация там она написана в 5 часов консультации ну давайте так устроим только там написано в 5 часов перед одним перед другим давайте ее устроим общую для двух групп как-то нелепо ее дробить приходите все на консультацию на 28 число ну это еще скоро будет почти два месяца много воды течет так что если что по электрону после будет свежаться на консультацию приходить в полношении на в то время в которое она назначена пока что она начнет 5 часов значит экзамен тогда будет проходить по тому же сценарию что и в предыдущем семестре то есть ну вот накануне мы выясним сколько вас желающих воздавать но я вас делил на более мелкие группы по 5 человек напомните пожалуйста с каким интервалом я вас приглашал не нет я все я все таки вам как-то вас квантовал чтобы я одну группу от проезамен и следующий запускал мне казалось мне казалось что я говорил чтобы чтобы оно не прерывно тянулось как-то дискретно я конечно могу это вспомнить потому что остались какие-то записи вот я не помню с интервалом часа в полтора я вас приглашал ну так так по логике вещей не помните по виду часа через полтора или через час двадцать в общем так чтобы не очень не очень долго затягивалась вот значит спрашивать да ну в общем мы это еще ближе обсудим вот на той консультации или перед ней так что и в этом скину и в этот раз так же будет опыт напутин я с вниманием что что там делить лучше рекорд у меня составлял семь человек но это было тяжело семь человек одновременно шесть терпимо но многовато а вот по пять человек по четыре или по пять человек самое самое то так что если приходит двадцать человек в группе давать то четыре части вот и тогда все нормально получается значит вопросы задаю самые разные потому что курс огромный вопросы задаю самые разные и будет дистанционного формата будет повышенное количество вопросов типа а может ли быть что вот и объясните почему и так далее ну и руками что-то проделать например буду задавать если не всем то многим вопрос записать интеграл виде повторного чтобы чтобы ну во первых надо проверять дочитаю где курс до конца и обязательно спрашивать последним вопросом что-то у меня такая привычка образовала ну вот вопрос записать интеграл виде повторного или сделать какую-то замену в интеграле такие вопросы сплошь и рядом могут задаваться ну что еще но тоже там с разной расходимости вернуться к началу курса типа тоже а может не быть что и а почему так привести такой-то пример или дифференциальными формами объяснить будет форма точна будет форма замка записать интеграл в этой форме так что вопросы на которые сделать что-то руками наряду с обычным теоретическим вопросом тоже возможно ну и доказательства каких тоже будет хорошо не уход вытягивали вытягивали билет не будет вопрос задаю каждому индивидуально в общем в общем целом будет похоже вот так что так что если вопрос у вас нет то то прощаемся ввести письма и как вопросы будут появляться так я попозже до свидания до свидания